Всем привет! С вами Настя и вы на моём канале. У нас сегодня суббота, 18 мая, прекрасная погода, наконец-то ушёл холод, снег, и мы решили устроить себе туристический такой выход, в общем, отдохнуть как палаточники. Взяли с собой палатку, припасы кое-какие. Но мы сегодня как бы отдохнём и сегодня уедем, но просто прикольно поставим всё это дело. Сейчас мы тут нашли место, очень интересно, тут прям палаточный городок. Катя увидела лягушку. А вот палаточный городок, который мы нашли, и мы думаем, где нам поставить свою палатку. Но вообще мы как бы выезжали на пикник, но Катя сказала, давайте возьмём палатку, и мы согласились, точнее я согласилась, буду её ставить. Всё, ускакала лягушка, да? Здесь новый заход такой к речке, хороший, удобный. И здесь ещё рыбы бывают. Конечно, тут бывают рыбы, вон там с удочками ловят. Тут прямо и дрова накололи. Ой, как хорошо на природе. Кать, нет, там не день рождения, я думаю. Просто турслёт. Это турслёт, да. Это люди, которые любят вот такой вот отдых. Да, отдых в палатках. Быстрее ставим палатку. Быстрее ставим палатку? Угу. Комары, кажется. Кажется, комары нет. Сейчас поставим палатку. Ну как, настоящие походцы. А ты пенку брала? Пенку? Нет, я взяла там... А где она вообще? Она на даче лежит. Не, я взяла там одеяло, подстилку. Я, конечно, хотела взять матрас, но у нас нет этого насоса электрического. Тогда можно было бы вообще на матрасе полежать. Прикинь, как здорово было бы. Надо в следующий раз будет надувной матрас взять. Надо привезти вот этот электронасос. Что он там у нас лежит-то? Он на даче. Ну, тут он понадобится ещё. Он там уже-то? Да, сейчас, Кать, смотри, сейчас уже палатка встанет. А чтобы клещи в палатку не залезали. А там сетка должна быть. Ну всё, мы разложились. Ближе к тенёчку. Катя тут сидит. Хомячит чипсы. Кать, тут не открывается. Ку-ку! Как у тебя там? Можно посмотреть? О, ты тут постелил подушечку, одеяльце. У тебя тут вообще прям дом, да, Кать? Чего, зайка, обниматься? Об меня руки вытирать? Кать, давай, залезай тогда. Обратно. Вот это дерево прям так покосилось. Того гляди упадёт. Купаются, представляете, люди. Середина мая. Да, середина мая. А люди купаются. Стол заставили уже едой. Сейчас буду бургеры делать. Надеемся, что хватит нам газа. Вон сколько всего накупили. Немножечко перенесли место дислокации палатки. Да? Мы будем делать бургеры? Да, будем делать бургеры. Надеемся, что газа нам хватит. Угу, газа хватит. Угу. Ну, Кать, пока ничего не крути, ничего не трогай. Да. Чтобы нам точно хватило. Хорошо. Хорошо. Мам, я буду издавать, ладно? Ой, моя спинка. Чего, кай, стой спинкой. Так, моем овощи. Ну что, помыла все помидорчики? Да. Какая, Катя, молодец. Хозяйственная. А давай зелень. Зелень? Сейчас я тебе покажу, как она моется. Хорошо? Ты, главное, эту водичку не выливай. И мы помоем листву. Я буду туда положить. А эту мусорку давай я положу. Угу. Так, ну давай. Это для бургеров. Это мы в фарк добавим. Вот, вот этот хороший кусок лука. Мы срезали всю гнилушку. Видишь, какой лучок хороший. Можно я полосну тоже? Оп, все. Хорошо. Ну-ка, смотри, Кать. Да? Там была мушка. Бамушка. Ты где отрываешь, Кать? Вот здесь рвать надо. Туда опять неправильно рвешь. А то у нас будут маленькие лохмотья они листики. Смотри, вот он лист. Смотри, они все эти листики вот отсюда растут. И вот он, смотри. Вот он. Растет прямо вот отсюда. И ты его вот так вот оп. Вот и все. Сорвала. И смотри, промывай. Потому что смотри, я прям с временем на этой листве очень много жуков. Где? Да вот, смотри. Вот жуки. Ёшки-матрешки. Ёшки-матрешки. Вот тебе ёшки-матрешки. Что ты сказала, Кать? Кать. Что ты сказала? Там вот жуки. Смотри, Кать, вот жук еще. Вот так ты моешь, Кать. Надо это. Смотри. Ты же сама не любишь с жуками. Да? Угу. Ты жука увидишь, я не знаю, где угодно. Так, у нас тоже котлетки поджариваются для бургеров. Подготовили булочки. Мы здесь еще моем помидорчики. Да, Катя моет помидорчики. Умница. Такая помощница. Все помогает делать. Булочки разложила. И фарш перемешала. Огурцы и помидоры помыла. Я научилась, что-то лучше. Я сюда их квожу. Потому что я умница. Да. О, собачка. Мама, собачка. Кать, а где твоя кепка? Надо кепку тебе надеть срочно. Мама, там. Ну, иди за кепочкой. Сходи. Я думала, Катя может поспит в палатке, но она, по-моему, очень под впечатлением. Вряд ли уснет вообще. Ну, да, зато раньше на ночь снят. Умничка. Да, тут огонь такой сильный. Да, чего, Кать? Все? Получилось? Да. Ну, умничка. Мама. Да. Что тебе делать? Это чистая? Так, водичку пока оставь. Сейчас еще огурцы мы в ней помоем. Какой красивый. Саша говорит... Я люблю огурцы. Да, мы в палатке сидим. Такая сетка у нас. Нас не кусают комарики. Да. У нас в палатках. Катя тут прям стоит в полный рост, да, Катяш? А я вот, как бы, мне хорошо полежать. У нас тут кошечка Лилии, овощи, подушка. На самом деле, очень жарко в палатке сейчас, несмотря даже на то, что мы поставили ее в тень. Да, Катя? Да. И сам себе нас точно не может зажать, как креп лойоный. Да. А креп не может вот что. Ммм. Саша с Катей пошли на речку смотреть. А я наслаждаюсь звуками природы. Никто музыку не включает. Все так спокойно. Катя что-то не доела бургер свой. Но они получились супер вкусные. Но они получились супер вкусные, супер сочные. Я сейчас сделала. Я сейчас сделала еще одну порцию. так понимаю. В общем, плюс 15. есть. А тут и плавали люди, мы видели. такой заход в речку. Такой заход в речку. стол и стулья в тенечек. А то как-то так... Пока сидели там, я готовила, солнце уже перешло в другую стадию и стало сильно очень печь. Прям так жарко, что мы решили все передвинуть. Бургеры получились прям супер вкусные. Катя что-то свой не доел, правда, до конца. Хорошо на природе. Так тихо, спокойно. Я вообще обожаю такой отдых. Я вообще люблю отдыхать по-разному. Что-то у меня тут крошка какая-то была от бургера. Я съела три бургера. Саша смог только два осилить, а Катя половину. Ну, зато не буду ужинать однозначно уже. Комары, кстати, летают так. Надо смотреть. Вот палаточники, которые тут отдыхают. Я думаю, вечером, конечно, тут спасаются от комаров кто как может, кто как умеет. Дорога тут одна. Сейчас кто-то уезжает, я смотрю. Две машины. Может быть, тоже кто-то на выходные просто приезжает. Такие флажки там висят разноцветные вокруг деревьев. В общем, прям настоящий кемпинг. Непонятно, сколько они тут отдыхают. Может быть, недолго. Может, просто на выходные приехали с самого утра. В общем, как-то так. Саша с Катей тут играются. В общем, умиротворяющее место. Очень спокойная. Прям красота. А вот эти деревья... Вот какое-то семейство хвойных. А что именно за деревья, мы не знаем. То есть, похоже, как будто сосна, но не сосна. Потому что у них такой очень длинный ствол и крона на самом верху. А тут вот как-то по-другому. Сейчас я покажу, кстати, что за деревья. Может быть, кто-нибудь знает, что это за деревья такие. Стволы такие толстые. То есть, много лет этим деревьям однозначно. Такая вот крона. То есть, они хвойные все. Но это точно не сосны. Не знаю. Может, пихты реально. Их тут много очень. Кто-то уезжает уже. Ну, пока отдыхаем. Хвойный лес. Мы уже собираемся и жарим маршмеллоу перед уходом. Горячие, мне кажется. Кать, они очень вкусные. Ты что, забыла? Саша, у меня сковородка в руках. Мне сейчас надо будет, чтобы ты палил мне. Потому что вон она какая грязная. Конечно, можно ее такую грязную домой забрать. Нормально маршмелло? Я только что съел. Она не горячая. На, попробуй. Да боится она. Просто откуси. Кать, она очень вкусная. Между прочим, у вас газ расходуется. Да, Кать, давай. Ешь быстрее. Кать, да попробуй ты уже. И папка от тебя отстанет. Ну, как? Не нравится? Понравилось? Ага. Понравилось? Сейчас уже перекушай. Кать, газ горит. О, ну как, еще будешь? Пап, давай тебе помогу. Папа, давай помогу тебе. Давай. Распробовала, Кать? Да. Ну хорошо. Только смотри, чтобы они не загорели, ладно? Все, 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 они подпалились немножечко, стали мягкими. Сколка вот красивая, да, вон, и тропинка, смотри, какая в лес идет, вон, прям вверх, да, красиво, и вон еще одна тропинка. Жесть какая-то. Субтитры сделал DimaTorzok